Сегодня рынок краудинвестинга является одним из самых быстро развивающихся инвестиционных направлений в мире. Если мы с вами посмотрим на цифры, то зная, что краудинвестинг получил свое начало в 2005 году, уже в 2011 году этот рынок перешагнул за оборот в полтора миллиарда долларов. Уже в 2012 году эта цифра была 2,7 миллиарда долларов. В 2013 году это уже 5 миллиардов долларов, то есть рынок начал каждый год удваиваться, что показывало интерес общественности к этому инвестиционному направлению. В 2017 году, когда мы начинали проект двигателей до иного, рынок краудинвестинга составлял уже 34 миллиарда долларов в годовом обороте. В 2025 году этот оборот составит уже 300 миллиардов долларов, что составляет рост практически в 10 раз менее, чем за 10 лет. В 2030 году, как говорят эксперты, этот рынок будет составлять уже 2 триллиона долларов. Это означает, что он займет свое такое надежное место в рынке всех инвестиционных направлений, и ни один серьезный инвестор не представит свой инвестиционный портфель без какой-либо компании в области краудинвестинга. И знаете, многих это удивляет. Многие не понимают, почему люди так активно инвестируют именно методом коллективных инвестиций. Ведь инвестиции сами по себе были придуманы ни вчера, ни сегодня. Люди инвестировали и 50, и 100 лет назад. И даже тысячу лет назад люди думали о том, как приумножить свой капитал. Ведь сбережения, которые дают вам постоянный доход, это без сомнений независимость, безопасность и уверенность в будущем. Давайте ответим на этот вопрос. Почему люди предпочитают краудинвестинг? Посмотрим на известные многим инвестиционные направления, так называемые классические инвестиции. Мы увидим, что там достаточно много интересных направлений. Возможно, вы в них даже инвестируете, но наверняка про них слышали, как минимум. Это и недвижимость, и фондовый рынок, и драгоценные металлы, инвестиции в бизнес, в конце концов, в валютные рынки. Все это достаточно интересно. Но общаясь с большим количеством наших инвесторов и партнеров, я замечаю, что многие говорят примерно одно и то же. Я не инвестирую в эти направления, но мне нравится краудинвестинг, я принимаю участие в вашем проекте, либо еще каких-то других. И когда я спрашиваю, почему так происходит, как правило, называют две причины. Во-первых, классические инвестиции это действительно достаточно сложно. Необходимо обладать большим опытом, знаниями, высокой финансовой грамотностью. И даже если вы пройдете этот барьер, то у вас может быть банально отсутствие денег. Потому что, чтобы купить недвижимость или составить портфель акций, нужны достаточно крупные суммы. При этом мы не можем сказать, что в эти инвестиционные направления никто не инвестирует, ведь в них действительно очень много денег. Начиная изучать этот вопрос глобальнее, мы заметим, что на самом деле основными инвесторами в эти инвестиционные направления являются необычные люди, не такие люди, как мы с вами. Это профессиональные инвесторы, это крупные игроки финансового рынка, банки, инвестиционные фонды, страховые компании. Это акулы инвестиционного рынка. И людям приходится конкурировать не с друг с другом за различные перспективные активы, а конкурировать с экспертами. В итоге мы приходим еще к одной проблеме, о которой думают и знают далеко не все. Все самые привлекательные активы находятся у профессиональных инвесторов. Они владеют лучшей недвижимостью, акциями лучших компаний, они инвестируют в самые перспективные стартапы, которые сами же к ним приходят с целью получить инвестирование. И поверьте, ни один инвестиционный фонд никогда не предложит людям проинвестировать в какой-то выгодный проект, если он понимает, что он может сам вложить туда деньги и сам там заработать. Ведь никому из нас не предлагали инвестировать в Google, в Apple в самом начале их пути, как и нам не предлагали, например, инвестировать в компанию Zoom, чьи акции сейчас безумно растут, и все мы пользуемся Zoom, зачастую сегодня заменяя реальное общение именно общением через Zoom. И на самом деле это только несколько компаний. Такие проекты и компании появляются каждый день. Но узнаем мы об этом когда? Когда они пишут финансовые журналы, когда они стоят уже сотни миллионов долларов, может быть даже миллиарды, когда они выходят на IPO. Другими словами, когда уже все основные сливки сняты теми, кто знал про эти проекты заранее. Самое интересное, что профессиональные инвесторы зачастую пользуются даже не своими деньгами. Когда вы отдаете деньги в банк, банк берет ваши деньги, он инвестирует и в самые разные инвестиционные направления и зарабатывает десятки и сотни процентов годовых. Вам же начисляются скромные 5% годовых, хотя ваши деньги как раз участвовали в этой инвестиционной активности. Но знаете, мир меняется. И сегодня к нам приходит огромное количество новых технологий. Это интернет, это мощные гаджеты, телефоны. И все это порождает новые социальные технологии, которые позволяют людям общаться и взаимодействовать друг с другом без каких-либо посредников. Такой социальной технологией и является краудинвестинг. Краудинвестинг – это возможность соединить большое количество обычных людей, малых и средних инвесторов, не обязательно даже профессиональных инвесторов. С другой стороны, проекты, компании, стартапы, которым нужны деньги для реализации их идей и их бизнес-проектов. Здесь им не нужны какие-либо посредники. И здесь люди могут дотянуться до тех самых выгодных активов, которые раньше были им недоступны. Сегодня все больше компаний начинают понимать, что инвестиции через краудинвестинг – это интереснее, чем просто взять деньги у одного крупного инвестора. Поэтому таких запросов становится все больше. С одной стороны, такие компании понимают, что если ты привлекаешь деньги с помощью краудинвестинга, во-первых, ты уже понимаешь, что твой продукт нужен на рынке, ведь если люди его поддерживают, значит они хотят получить этот продукт. С другой стороны, все те десятки и сотни тысяч твоих инвесторов – это твои будущие клиенты, партнеры, дилеры и те люди, которые всегда поддержат твою компанию. Это очень важно, когда ты делаешь действительно масштабный проект.